Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в выпуске. За спрос бьют в нос. Узбекского бизнесмена посадили в тюрьму за то, что он посмел публично задать вопрос президенту. Я написал президенту клевета. И по телевизору я выступал. Это тоже клевета. И мне три статьи оставляют. От пяти до этого семь лет меня хотят отсудить. Таможня берет добро. Шикарная жизнь закрытой касты на фоне полной неэффективности таможенной службы. Специальное расследование кыргызской службы радио «Свобода». Я же говорю, что в народе много о чем говорят. Мы работаем. Больше говорить нечего. Покажем все на деле. Напряжение сторон. Крупнейшие российские учения пройдут на территории Беларуси вблизи с литовской границей. Президент Литвы Даля Грибовская это назвала маневры «подготовкой к войне». С учетом региона, то наступление, понятное дело, возможно только в одну сторону, в нашу сторону. Игра с огнем. Старые каски, изношенные перчатки и дырявые комбинезоны. О буднях кыргызстанских пожарных. Репортаж «Настоящее время. Азия». В основном здесь, с советских времен, получается, нового пока не было. А ремонтируете вы все своими силами? Да, своими силами. Когда как, получается. В Ташкенте арестован узбекский бизнесмен, который обратился к президенту Шавкату Мерзиёеву через социальную сеть YouTube. Олим Сулаймонов публично пожаловался главе государства на незаконные действия сотрудников прокуратуры. Власти жалобу зафиксировали и даже обещали помочь. Но в результате предприниматель сам оказался за решеткой. С подробностями Александр Касаткин. Районный суд Ташкента арестовал в зале суда предпринимателя Олима Сулаймонова, который стал известен на всю страну после видеообращения к президенту Узбекистана Шавкату Мерзиёеву. У владельца трех частных компаний работники местной прокуратуры систематически вымогали деньги и закрывали счета фирм. Вот что рассказал сам Алим Сулаймонов в эксклюзивном интервью нашей программе. Это не первый год. В 2009 году тоже пришли. Мой счет закрыли. 20 тысяч долларов просили. Но я не дал. Год я без работы остался. Потом я их вещи стоящие пошел. А все одни. Сема. Юнусованский департамент ко мне пришел. Не обоснованное, не доказанное. Пришел и из чего-нибудь закрыл мой счет. Апрель, май, иль, иль, август, сентябрь. До сентября они закрыли и 30 тысяч долларов у меня вымогали. 10 октября отчаявшийся бизнесмен записал и выложил в Ютуб видеообращение к президенту страны. Ранее Мерзиёев обещал бизнесменам Узбекистана помощь в развитии бизнеса и решении проблем. После обращения в виртуальную приемную главы государства дело сдвинулось с мертвой точки. Алима Сулаймонова пригласили даже в государственный телеэфир на программу, посвященную проблемам бизнеса в Узбекистане. Затем предпринимателя вызвали в Генеральную прокуратуру, где приняли на высоком уровне и пообещали честное рассмотрение дела, а счета его фирм мгновенно были разблокированы. Невинный человек. Да, хорошо, он сделал ошибку. Научите, как надо делать. На место поставьте, пусть живет, работает. Он же десятку людей платит зарплату. А то мы его деньги заберем, в суд отдадим, еще посадим. Не надо открывать уголовное дело. Отдайте его в хозяйственный суд. Если там есть проблемы, они все решат. Однако уголовное дело против Алима Сулаймонова все же было заведено. И сразу по трем статьям. В том числе по обвинениям в мошенничестве и клевете. Я написал президенту клевета. И по телевизору я выступал. Это тоже клевета. И мне три статьи оставляют. От пяти до этого. Семь лет меня хотят отсудить. За что? За то, что я президенту верил. Районный суд Ташкента начал рассмотрение дела против Сулаймонова 2 февраля. И это несмотря на то, что раньше это же дело, возбужденное против него прокуратурой города, уже рассматривалось в городском суде. Пока Сулаймонов пытался оспорить начало второго судебного процесса по одному делу, районный суд вынес ему приговор и посадил за решетку. Я не боюсь. Я это, если я не скажу, это по всему Узбекистану, по всему это происходит. Люди в погоне. По два, по три дачи, дом строят. Второй, третьей женой машины эту квартиру покупают. Откуда? Это от нас. Мы сами годами работаем, да, годами работаем. И каждый год они еще ничего вымогают от нас. Заседания суда проходили в закрытом режиме. На процесс не были допущены даже близкие родственники предпринимателя. Им лишь сообщили, что Сулаймонов арестован и передали его просьбу о бутылке воды. Следующие слушания по делу Сулаймонова назначены на 20 февраля. Александр Касаткин. Настоящее время. Азия. Казахстан планирует сделать платными 6000 километров республиканских дорог. К 2020 году поэтапно будет внедрена система платного передвижения для легковых автомобилей. С налога за использование трасс в государственный бюджет планируется получить более 90 миллионов долларов США. Уже в текущем году платным станет проезд на 700 километрах дорог, куда также войдут самые популярные направления. На данный момент в республике действует только одна платная трасса – Астана-Щучинск, стоимость проезда по которой составляет всего 1 тенге. Для справки, 1 доллар США стоит 320,5 тенге. Эта система тарификации будет действовать и на всех новых участках. При этом власти заявили, что альтернативные объезды строиться не будут. Казахстанские автовладельцы, комментируя нововведения, в большинстве своем готовы платить, но при условии, что платная трасса будет в отличном состоянии. Я положительно к этому отношусь. Сейчас там дорога хорошая, сейчас там бетонка, ровная дорога. Так что мы за. Я буду за, потому что это государство, государственный бюджет. Надо все-таки соответствовать всем требованиям. Просто мы платим налоги, мы еще должны платить за дорогу, но бессмысленно. Теперь же надо же как-то окупать затраты. Поэтому я думаю нормально это. Это же вообще кошмар, обдираловка же ты. Дорога в принципе неплохая, но я сомневаюсь, что будут какие-то еще альтернативы. Турция и Таджикистан намерены увеличить свой товарооборот до 1 миллиарда долларов США. В Душанбе состоялся бизнес-форум «Турция-Таджикистан», где предприниматели и высокопоставленные чиновники обеих стран обсуждали экономические связи. Турция в прошедшем году стала лидером по импорту таджикских товаров. Это в основном алюминий, хлопок, пряжа и сухофрукты. Из Турции в Таджикистан поставляются пластмассовые изделия, ковры, мебель, краски. Кроме того, в Таджикистане успешно работает порядка 90 турецких компаний. И как показал бизнес-форум, таджикский рынок по-прежнему остается привлекательным для турецких предпринимателей. Мы компания Аркен. В Турции производим генераторы с комплектующими из Англии, Франции и Германии, а также Италии. Двигатели собираются уже в Турции. В Таджикистане для нас очень много возможностей. И мы надеемся своей качественной продукцией заменить все то плохое, что возится в основном из Китая и до сих пор используется у вас в стране. Таджикистан, в свою очередь, намерен использовать опыт Турции в области развития туризма, а также заинтересовать турецких инвесторов для строительства гостиниц, горнолыжных и альпинистских баз. Необходимо отметить, что в Республике Таджикистан принята программа по развитию экспорта и импортозамещения товаров. В этой связи, в первую очередь, нам необходимо импортировать из Турецкой Республики новые технологии в приоритетной отрасли Республики Таджикистан. Приоритетными, как вы знаете, сегодня являются гидроэнергетика, горнорудная промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и другие, туризм. В Астане завершился второй раунд переговоров на высоком уровне по урегулированию ситуации в Сирии. Все встречи в течение двух дней проходили за закрытыми дверями. В них приняли участие представители девяти группировок вооруженной сирийской оппозиции. Главный вопрос на повестке дня – создание оперативной группы, которая будет следить за выполнением соглашения о прекращении огня. Обсуждалась также тема присоединения дополнительных населенных пунктов к режиму тишины. Наш корреспондент в Астане Айнур Коскина следила за ходом переговоров. Айнур, здравствуйте. Подписано ли финальное коммунике? Здравствуйте, Динара. Заключительного коммунике сегодняшней встречи в Астане принято не было. Глава правительственной делегации Сирии Башар Джафари назвал позднее прибытие делегации Турции и вооруженной сирийской оппозиции несерьезным отношением к переговорам. Он обвинил их в отсутствии реальной воли и попытке препятствовать проведению встречи и как результат ее неуспешному завершению. Мы как военные, как вооруженные группировки обсуждаем результаты в реальной действительности, вдали от каких-либо пресс-заявлений, а также, можно сказать, фантазий. Поэтому не было изначально итогового коммунике. Спасибо, Айнур. Кыргызская таможня скрывает официальные доходы от сборов на границы. Об этом не раз заявляли эксперты и депутаты парламента. На Новый год солидная делегация сотрудников таможни уехала отдыхать на дорогой зарубежный курорт, и в республике вновь заговорили о чиновниках-олигархах. Среди них один из самых богатых людей страны – Раимбек Матраимов. Чем владеет таможенный начальник и как в этой сфере зарабатывают левые деньги – в специальном расследовании наших коллег из Кыргызского бюро радио «Свобода» Азатык. О теневых миллионах, крутящихся в кыргызской таможенной службе, раньше знали лишь узкие круги бизнесменов. Но в последние дни о коррупционных схемах в этой сфере заговорили и в парламенте. Таможенная служба не выполнила план за 2016 год, и депутаты заподозрили чиновников в многомиллиардных растратах. Ежегодно из Китая через таможенные пункты Торугард и Иркиштам проезжают почти 20 тысяч грузовых автомашин. Включая выходные и праздничные дни, около 120 дней таможенная служба не работает. Итого получается, за один день из Китая заезжают по 80 грузовых авто. Каждый грузовик может содержать в себе в среднем 25 тонн товара. Итого в день завозится примерно 2000 тонн груза. Если килограмм груза растамаживается в среднем по 1,5 доллара или 100 сомов, то ежедневно 200 миллионов. В год за 245 дней почти на 49 миллиардов сомов должен пополниться бюджет. По словам специалистов, учитывая, что таможня собирает приблизительно 30 миллиардов сомов, а 25% кур отправляются транзитом в Узбекистан, то почти 15 миллиардов, возможно, уходят в левый карман. В прошлом году сборы таможенной службы должны были составить 32 миллиарда сомов. Однако на деле служба собрала на 3 миллиарда меньше. При этом важно помнить, что четверть государственного бюджета состоит из таможенных пошлин. Понятно, что выпадение этих денег из казны только ухудшит экономическую ситуацию. Вот что интересно. На сайте статистического комитета Китая указано, что в 2015 году в Кыргызстан экспортировано товаров на сумму 4 миллиарда 280 миллионов долларов. Над статком Кыргызстана утверждает, что Кыргызстан импортировал товаров всего на 920 миллионов долларов. То есть в 4 раза меньше, чем отмечает китайская сторона. В таможенной службе такую большую разницу в цифрах объясняют различными методологиями в расчетах. Из Узбекистана вывозят товары в Россию. Из Шимкента вывозят. Когда мы сказали, чтобы из США вывозили, они говорят, что просят по 2-3 тысячи долларов. Вы недавно делали выговор этому человеку. У этого человека есть, оказывается, зам. Я знаю, его, оказывается, называют Раим Миллион. Чиновник с говорящим прозвищем Раим Миллион вовсе не глава таможни, а всего лишь его заместитель. Он всегда находился в тени, о нем практически ничего не известно. Поисковик Google на запрос выдает всего две фотографии. Никаких комментариев или интервью высокопоставленный чиновник за много лет ни разу никому не давал. Известен Матраимов благодаря своим финансовым возможностям. Толстый кошелек чиновника, говорят знающие люди, помогает ему решать многие проблемы. Я же говорю, что в народе много о чем говорят. Мы работаем. Больше говорить нечего. Покажем все на деле. В средствах массовой информации Раим Бек Матраимов часто упоминается как один из богатейших людей страны. К примеру, Азатык уже писал, что один из сыновей таможенника носит часы стоимостью в 43 тысячи долларов. При этом сразу три брата чиновника занимают серьезные должности. Однако в декларации Раима Матраимова за 2015 год указано, что за этот отрезок времени он заработал всего 587 тысяч сомов. Также указано, что чиновник вместе с близкими родственниками имеют две квартиры площадью 39 и 57 квадратных метров каждая и один автомобиль марки Lexus GX 460. Чтобы выяснить, так ли это на самом деле, мы отправились в город Ош. Найти роскошные особняки чиновника оказалось не очень сложно. Его владение записано на его ближайших родственников. Например, посмотрим, в каком доме или, скорее, дворце живет Раим Матраимов. Огромный особняк в центре Оша, построенный прямо в парковой зоне. Дом, к слову, оформлен на его мать, Апизу Матраимову. А это уже другой район. Местная Рублевка. Территорию вокруг госрезиденции застроили городские богачи. Один из самых дорогих особняков принадлежит брату Раим Бека, депутату от СДПК Искендеру Матраимову. А этот дом принадлежит приближенному зампреда таможенной службы, действующему сотруднику ГТС, Зафару Айдарову. Если все же начать считать объекты, принадлежащие Матраимову, можно сбиться со счету. Только в Аше чиновник владеет двумя супермаркетами «Народный» и недавно построенным крупным спорткомплексом РМ. В Бишкеке он проживает в многоэтажном доме премиум-класса, расположенном в престижном районе, на пересечении бульвара Иркинлигия, проспекта Джебек-Джулу. В доме, известном как «Жилой комплекс Корона», он живет в квартире площадью 256 квадратных метров. Согласно выписке из госрегистра, и эта квартира оформлена на его мать, Апизу Матраимову. Рождается вполне резонный вопрос. Как человек, всю жизнь работающий в госструктурах, мог так разбогатеть? И почему реальные доходы и имущество Матраимова не отражены в декларации? Далее в программе. Игра с огнем. Старые каски, изношенные перчатки и дырявые комбинезоны. О буднях кыргызстанских пожарных. Репортаж «Настоящее время. Азия». В основном здесь свои времена получается нового, пока не было. А ремонтируете вы все своими силами? Да, своими силами. Когда как получается. Безопасность стран Балтии будут обсуждать в эту субботу президенты Литвы, Латвии и Эстонии на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом. Переговоры пройдут на фоне подготовки России и Беларуси к совместным масштабным военным учениям «Запад-2017», намеченным на осень. Президент Литвы Даля Грибауска это учение «Запад-2017» уже назвала подготовкой к войне. Минск при этом, хоть и участвует в совместной обороне союзного государства, переживает времена не лучших отношений с Москвой. Их усугубляют нерешенные вопросы с поставкой энергоресурсов Беларусь. Ряд белорусских и иностранных политологов все чаще пишут о вероятности так называемой «мягкой аннексии» Беларуси. О грядущих маневрах, беспокойстве стран Балтии и возможных угрозах для белорусского суверенитета из Вильнюса Мария Андреева. Это будут крупнейшие в истории военные учения у границы Литвы, что является вызовом для национальной безопасности. Именно так на недавней встрече лидеров стран Балтии «Запад-2017» охарактеризовала президент Литвы Даля Грибаускайте. Вильнюс, Рига и Таллин призывают союзников по НАТО принять дополнительные меры безопасности. Конечно, каждая страна имеет право проводить военные учения на своей территории. Но в этом случае учения вызывают беспокойство у соседних государств. Во-первых, из-за масштабов этих учений. У Латвии, Литвы и Эстонии нет достаточного потенциала, чтобы противостоять возможным угрозам. Лина Скаяло отмечает, если бы Россия более открыто рассказывала о своих планах и сумела наладить диалог с НАТО, «Запад-2017» не вызывал бы такого беспокойства. С другой стороны, активность России сможет убедить Альянс в том, что в странах Балтии нужно разместить дополнительные силы, считает аналитик Вадим Воловой. После прихода в Белый дом нового президента в странах Балтии в том числе и в Литве возникли некоторые опасения, что может измениться и политика НАТО по отношению к балтийским странам. Иными словами, если курс на усиление военной составляющей в балтийских странах будет и не изменен, то, по крайней мере, этот процесс может притормозиться. Соответственно, Литве очень выгодно то, что сейчас происходит. С другой стороны, учения «Запад» проводятся не в первый раз. И проблема сходится во мнении аналитики не столько в том, где проходят маневры, а какой сценарий отрабатывают военные. Учения проводятся с целью тренировать наступательные навыки. С учетом региона, то наступление, понятное дело, возможно только в одну сторону. Это в нашу, в сторону стран Балтии, в сторону Польши. Особенно подобные опасения и, скажем так, недовольство, связанное с этими учениями, оно естественным образом обострилось после событий в Украине. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, основное внимание во время маневров уделят подготовке органов военного управления войск. Летом прошлого года Александр Лукашенко, комментируя увеличение контингента НАТО у границ Беларуси, заявил, что белорусские части в основе группировки. И в случае конфликта они первыми вступят в бой. Однако спустя полгода ситуация в отношениях Беларуси и России несколько изменилась. Минск явно чувствует недружественное настроение Москвы. Их усугубляют нерешенные энергетические вопросы. Александр Лукашенко все еще говорит о важности сохранения суверенитета. Чаще говорит на белорусском языке. Все это ясные сигналы и белорусам, и в первую очередь к Кремлю. Ряд белорусских и иностранных политологов при этом пишут о вероятности так называемой «мягкой аннексии» Беларуси. Мол, техника, привезенная для учений, может частично остаться в стране. Это максимум. Минимум, как таковой аннексии не будет, стоит ждать усиления военного и геополитического влияния Кремля в Беларуси. Впрочем, не все военные аналитики из Минска разделяют тревогу политологов. Военные договоренности, как они были прописаны в договоре о союзном государстве, как они в документах у ДКБ прописаны, ни одна запятая, ни одна буква не изменилась. И откуда эти разговоры взялись о том, что Беларусь будет захвачена, что Лукашенко повернулся на Запад? Да он никуда еще не повернулся и не повернется, потому что 80% наших грузов мы продаем в России нашей продукцией. Поэтому речь идет о своего рода торге, который происходит регулярно, раз примерно в 3-5 лет между руководством России и Беларуси. О цене услуг Беларуси. Беларусь берет на себя обязательства соблюдать здесь стратегические интересы России. И с другой стороны, Россия чувствует эти усилия, эти усилия Западной Европы. И Россия, в свою очередь, пропагандистскую кампанию тоже начинает нажим. Каким будет расклад сил в Балтийском регионе и какую роль в вопросах безопасности там сыграет Вашингтон, возможно, станет известно уже в эту субботу, когда президенты Литвы, Латвии и Эстонии проведут встречу с вице-президентом США Майком Пенсом. Мария Андреева, Даниил Жилинский, Вильнюс, Литва. Кыргызские пожарные тушат огонь подручными средствами. Государство в последний раз выделяло необходимое оснащение почти 10 лет назад. Машины постоянно ломаются, в пламя приходится идти в дырявых комбинезонах, а шланги давно исчерпали свой запас прочности. Ситуация настолько плачевная, что пожарные даже сами ремонтируют свое здание. О тяжелых буднях кыргызских брандмейстеров в репортаже Шавката Тургаева. Каждый раз по тревоге бойцы пожарной части выезжают спасать людей. Надевают старые каски, изношенные перчатки и дырявые комбинезоны. Почти все комплекты спецодежды свое отслужили, других в наличии просто нет. А бойцам еще и в пламя листь. А вот эти вот по, так сказать, российским госстандартам нам выделяли, это, по-моему, если не ошибаюсь, в 2009 или 2008 годах. Ну и то оно получается уже все. Да, они уже старые, все уже можно списывать, так сказать. То, что имеем, то и это пользуемся, так сказать. Вся амуниция на последнем издыхании, говорит Максат Бещеев. От государства подмоги не было давно. Помощь, если и поступает, то только зарубежных спонсоров. Техника тоже выходит из строя с завидным постоянством. Ремонтируют ее своими силами. Только и успевают менять сальники. В основном здесь с советских времен, получается, нового пока не было. А ремонтируете вы все своими силами? Да, своими силами, когда как получается. Бывает, кто из дома принес сальники. Топоры и иные орудия борьбы с огнем, кажется, не меняли лет 50. Почти всю эту небогатую коллекцию брендмейстеры изготовили кустарным способом. Эти вот сами варили, ребята, вот. Уже с труп, труп обрезали, варили, да. Не хватает даже самого необходимого в пожарном деле – рукавов. А те, что есть, латают после каждого выезда. Эти рукава должны быть трехкратным запасом. Чем имеем, тем и приходится тушить. Автопар хоть и обновили в 2008 году, но машины, говорят огнеборцы, часто ломаются. Относительно новая модель пожарной машины непригодна для горной местности. В таких условиях 11-тонная махина едет не быстрее 30 км в час. Так и на пожар можно опоздать. Последняя машина вот эта, как вы видите, конечно, качеством уступает, чем советские. Советские были компактные, удобные и более качественные были. Еще одна большая проблема для пожарных – высотные дома, которых в Бишкеке за последние годы стало значительно больше. Спецмашин, способных дотянуться до 13-го этажа, всего две на весь миллионный город. Таких специальных машин, как я сказал, уже два. Лучше было бы, если еще было бы резервный автоколенческий подъемник, 50-метровый. Кроме этого, нам в город Бишкек необходим автомобиль, средства связи, освещение. Здание этой части построено в 1058 году. Но за более чем полувековую историю его ни разу капитально не ремонтировали. Пожарным самим приходится подшаманивать осыпающиеся стены, полы и потолки. Ежегодно мы стараемся содержать здание, чтобы не разрушилось, делаем косметические ремонты. Подобная ситуация не только в Бишкеке. Что происходит в регионах, и вовсе страшно представить. Набравший номер 101, вероятно, даже и не догадывается, в каких условиях работают пожарные. Шавкат Тургаев, Азат Антамаков. Настоящее время. Бишкек. Кыргызстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.